Всем привет, снова здравствуйте, The Brush 2019. Есть минусы, есть плюсы. Спасибо, что вы помогаете это всё дело решать. И очень приятно, что на канале именно пошли помощь, обсуждения, дополнения. Вы стали делиться на канале своими знаниями и так далее. Давайте рассмотрим по прошлому видео, что было решено. И что ещё осталось на повестке дня. Значит так, MOV решился вопрос. Это открываем тулы, жмём любой саптул, edit, make polymesh. И всё дело это типа рисуем. Ставим сначала предварительно на запись MOV. И всё это дело типа вот рисуем, что-то крутим, что-то вертим. Раньше всё это дело не сохранялось. Спасибо подписчику. Он посоветовал сохранить это всё в папку The Brush. Жмём экспорт. И вот сейчас найдём эту папку и куда закинуть. Открываем диск Windows C. Программные файлы. Находим PixLogic. Где он у нас тут? Вот он. И вот The Brush 2019. Находим The Brush MOV. Вот она папка. Открываем. Я уже проверял. Всё работает. Сохраняем. Заменяем. И погнали. Вот сейчас он это дело должен прогнать. Вот всё работает. Это сохраняется. Этот вопрос мы закрыли. Давайте теперь по саптулам пройдёмся. Добавим дубликат. Дубликат. Был совет такой, что два раза быстро нажать на глаз. Не исчезают. Не отключаются предыдущие верхние саптулы. Попробуем правой кнопкой. Тоже не отключается. Как бы я ни жал, вы увидите, что вот это дело не решено. Вопрос на повестке дня ещё не закрыт. Жду советов. Так, ещё вот один вопрос. Вчера я не снял, забыл. Когда вы открываете ликбокс, здесь вот много теперь сохранений. Когда вы делаете ту или иную модель, он очень много сохранять стал. И вот в принципе интересно, до какого уровня вот это всё будет продолжаться. Неужели на всю вот эту вот именно длину, как это всё дело стереть, обнулить? Кто знает, подскажите. Вот это всё дело, по-моему, память очень забирает. Так, и этот на повестке дня вопрос. И на повестке дня всё ещё остаётся вопрос, почему модели ZBrush 2019 не сохраняются, в смысле не открываются ZBrush 7. Так, всё. Погнали, теперь изучать дальше. В преференциях Inid ZBrush. Всё сбросить, то, что вы нажимали, делали. Так, вот мы историю сбросили. Что теперь я хотел бы показать? Давайте пройдёмся по архитектурным формам, да? И попробуем сделать что-то вроде Колизея. Откроем Subtool. Откроем цилиндр. Вот так всё это дело вытянем. Edit Make Polymesh. Включим Fluor. Вот такая штука у нас. И по деформации. Всё это дело в ротации по X. Давайте развернём. Вот таким вот образом. Всё это дело теперь с помощью Gizmo можно мягко подогнать. Вот таким образом. Сделаем вот этой модели Dynamesh в геометре. Так, делаем Dynamesh. Смотрим, что у нас получилось. Всё нормально. Теперь всему этому делу делаем, наверное... Так, давайте всё это дело обрежем. Ctrl-Shift и Trim-Rect. И где-то вот так вот, чуть ниже половины обрежем. Делаем Ctrl-W и назначаем одну полигруппу. Вот такой у нас получился... Вот такая заготовка у нас получилась. Так, теперь в геометре, сайзом всё это дело немножко сплюснем по оси Z. Вот так вот. И всему этому опять сделаем Dynamesh. Смотрим, всё нормально. Теперь вот этой модельки делаем дубликат. Дубликат. Переключаемся на второй дубликат нижний и включим, наверное, прозрачность. И с помощью MOV всё это дело вот так вот опустим. А в геометре по сайду всё это так вот немножко уменьшим. И вот здесь вот немножко вот так вот подкорректируем. вот что-то в таком духе. И теперь всё это дело сделаем больше. Вот этой модельки нижней делаем давайте Dynamesh. Subtools ставим на вычитание, прозрачность убираем, переключаемся на верхний Subtools, жмём Merge, Merge Down, ОК, и снимаем выделение. Не помогает. Делаем тогда Dynamesh всему этому. Так, вот такая заготовка получилась. Это будет у нас типа свод. Теперь давайте зайдём в Subtools. Жмём Append, жмём Cube, переключаемся на Cube, и немножко поработаем в геометре опять. Жмём прозрачность, жмём кубу Dynamesh, и с помощью Size всё это дело пока уменьшим. Вот так вот немножко это дело всё сделаем потоньше. Переключимся вот так и попробуем сделать всё это пошире и побольше. Вот так вот. уменьшаем и с помощью мов перетаскиваем всё это дело вот так вот вверх. Вот таким образом. Так. Немножко всё это делаем побольше. теперь обрезкой всё вот так вот обрезаем. Вот таким вот образом. Ставим теперь Ctrl-W и делаем Modify Apology Mirror and Rel чтобы всё было ровненько. теперь делаем вот этому Саптулу в дуге опять же дубликат. Вот тут он. Переходим так это кто у нас тут? переведём её вниз вот эту дугу заходим в геометрии опять сайзом поработаем так пардон не то перешло вот эту так делаем вот этой дуге дубликат вот так вот и переводим её вниз. Теперь переключаемся именно так пардон переключаемся на куб и вот это всё дело попробуем опять же уменьшить. Переключаемся на дугу и попробуем это дело всё уменьшить. Так вот таким вот образом с помощью мов всё это вот так опускаем смотрим что здесь да как и немножко прибавляем вот до таких размеров. ну и немножко по ширине давайте прибавим вот так вот назначаем Ctrl Double другую полигруппу смотрим как куб цилиндр это дело отключим опять ставим на вычитание переключаемся наверх Merge Down ОК снимаем маску вот так всё это выбралось у нас так вот такая заготовка получилась делаем теперь вот этой заготовки дуги так дубликат переводим её вниз и вот в прошлом видео мы делали колонну вот давайте её теперь сюда импортируем ссылку оставлю вот такая колонна и теперь мы её давайте подведём вот именно к этой модели к нашей так вот таким вот образом теперь с помощью Size давайте всё это дело вытянем так по какой оси вот по этой и с помощью Moff это всё дело опять подкорректируем вот так вот вот такая где-то штука должна выйти чуть-чуть в бок уведём её чтоб здесь чуть-чуть был зазор так и делаем теперь модифита получи Mira and well вот такая штука давайте нижний бортик добавим типа парапета саптулаем жмём append заходим опять же куб на него переключаемся с помощью Moff всё это дело опускаем вот так вот ну и немножко давайте всё это дело сплюснем опять же так вот такая заготовка у нас получилась именно римский стиль как теперь будем делать здание вот из всего этого так давайте откроем цилиндр и вот этот цилиндр через инцелайз вот так поставим уменьшим вот так и попробуем hdivide уменьшить вот можно вот такую сделать вот такую давайте вот так вот сделаем и сделаем теперь make polymesh заходим на нашу заготовку прибавляем её в размере вот так вот с оптулы и через аппенд импортируем вот эту вот штуку заготовку нашу вот эту на неё переключаемся и теперь всё это дело в геометре сплю с ним по сайзу вот такая штука ну и немножко её давайте уменьшим вот так вот теперь включим флур чтобы всё это дело видеть вот так вот и с помощью мов попробуем корректировать это дело всё так вот так мы это всё поставим приблизим и посмотрим как это всё установлено насколько мы попали именно вот под этот размер переключимся теперь на верхнюю заготовку вот именно здание вот эту так вот сделаем вот таким образом ну вроде бы как попали чуть-чуть наверное надо ещё уменьшить или в принципе пойдёт давайте попробуем сначала одну сделать если всё нормально будем дальше работать отключим гизмо control и вот это дело всё вытягиваем вот так вот ставим вот сюда вот рядышком и теперь с помощью ротации с помощью гизма вот этим кругом немножко повертим вот так вот также можно это дело всё подкорректировать вот так вот и немножко вот сюда вот так его подвинуть вот у нас тут появляется шов значит это нехорошо делаем control z control z и так далее и немножко её давайте увеличим в размере вот эту модельку опять же зайдём в геометри и по сайду немножко прибавим вот где-то вот так вот ну и погнали как уже делали всё это дело поправлять control и вот так вот рядом её устанавливаем вот так вот ровненько и теперь через ротацию с помощью гизма вот так всё это дело подкорректируем всё 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...